Загрязнение океанов, мировая проблема. Ну, здесь будет плейлист по экологии, где вообще будет просеческое загрязнение. Это, значит, гидрология, но они гидрологически тоже загрязнение, короче, влияет. Там, допустим, острова из мусора образуются, поэтому всё-таки решил загрязнение океанов гидрологию вынести. Просто ещё вот в следующем году, ориентировочно, будет ещё экологический плейлист, довольно большой, где, в частности, будут и все проблемы загрязнения подробно, всяких биоцинозов. Ну, там на более таком высоком уровне уже, когда вся экология будет узложена, будет всё это рассказываться. Принципиально, естественно, значит, человек в основном на суше, загрязняет он реки, и в основном загрязнение идёт из рек в океаны. В общем, всё так или иначе мы моем водой, и всё это потом попадёт в реку, а из реки потом в океан, и, в общем, океан всё это дело аккумулирует. В какой-то степени он это чистит, но уже не справляется и давно. Основной загрязнитель сейчас нефть и нефтепродукты. То есть, вот мы нефть интенсивно из-под земли добываем, а биосистемы же сами они никогда нефть не добывали из-под земли, никакие животные, растения, они не приспособлены, у них природных нет природной адаптации. Вот поэтому они все вымирают от нефтепродуктов. Это для них яд, как и для нас, между прочим. Ну, исследования показывают, обычно где-то 65% попадает из рек в океаны загрязнения, 25% из атмосферы. Вот автомобили, между прочим, выбрасывают свинец в атмосферу, этим дышат жители больших городов, ну и малых тоже, потому что же атмосфера перемешивается, концентрация ниже, естественно, в других-то местах, но все равно и несет так или иначе в океаны, и в океан тоже этот свинец поступает. Ну и 10% это сточные воды, то есть промышленных предприятий, из-за которых больше всего это беспокоится, и остальное это судно. Известные экологические катастрофы крупные, ну и все они связаны с нефтью, то есть вот основное загрязнение океанов и постоянное нефтяное загрязнение, и все катастрофы тоже, как правило, нефтяное загрязнение. Во-первых, раньше мыли трюмы танкеров океанической водой, что нефть выбрасывала, сейчас это запрещено и по спутникам смотрят, но вот когда мыли, то выбросили нефти много за это время. При авариях нефть протравливает все там море, достигает при больших количествах также и дна, и может где-то до 9 месяцев в умеренном климате нефть держаться, а в арктических условиях и дольше. Известные крушения нефтяных танкеров это 67-й год Тарей-Каньон, Амок Кадис 1978 год, Эксон Валдис 1989 год в районе Аляски, правда после этого штат Аляска их круто на деньги раскрутил, значит они разлили нефть возле Аляски, штату заплатили 150 миллионов долларов и 900 миллионов всяческим гражданам, которые, то есть штат подал, да еще отдельные граждане, что разлили нефть, компания виновата, все, короче, на миллиард долларов вылетела компания за такие дела. Но помимо нефти, также известны, допустим, катастрофы корабля, который вез радиоактивный плутоний японского и так далее, другие тоже известны. Ну, сточные воды, они в целом-то небольшие по сравнению с реками, но они очень реально загрязненные. Небольшое количество сточной воды, допустим, какие-нибудь там вот это канализация фекалий и так далее, в принципе они способствуют, это же органика, эти все морские, это мелкие организмы, это могут есть. Но когда много сточной воды, они не справляются, то есть вот когда в небольшом количестве поступают сточные воды, на самом деле они способствуют росту и растений, и рыб там. И рыба потом этим питается. Есть прямо рыбы специально в сточных водах живут. Но когда много, да, не справляется. И, допустим, вот это опять же не у нас, мегаполисы основные морские, это Европа, либо США, и там этих сточных вод очень много. И проводили исследования вот в районах выброса стоков, и выясняли, что там на огромное количество там квадратных километров все полностью вымерло от интенсивных этих сточных вод. Но пытаются их разжижать в этих местах, пока все-таки проблема не решена. Кроме того, предприятия промышленные выбрасывают в большом количестве тяжелые металлы, их оксиды, и в результате в морях накапливается кадмий, никель, мышьяк, медь, свинец, цинк, хром. Также применяются до сих пор пестициды, даже ДДТ в Африке применяется, утобрения всевозможные, которые так или иначе потом вода смывает, и они все идут опять же в море. Пестициды большей частью накапливаются, никак не разлагаются, просто живые существа их накапливают, одно другого ест, и продолжаются накапливать. Потом еще есть такой трибутило-лова-хлорид и прочие всякие хлориды. Значит, их применяют против обрастателей. Вот я рассказывал как-то про ракушек и так далее, про морских беспозвоночных, и многие из них обрастатели. То есть они на всем, что плавает, в море растут и фильтруют там что-нибудь. Вот когда они на кораблях растут, это плохо для кораблей, поэтому давно уже разработали всяческий яд, который препятствует обрастанию. Так этот яд, он все равно растворяется, и потом там еще в море травят всяческих ракушек и раков разных. Но пытаются разработать менее токсичные средства борьбы с обрастателями. Что касается регионов морей, вот ранее тут клип про океаны давал, и там говорят, что там есть регионы, допустим, шельф или там уже ложе. В общем, прибрежные воды, конечно, всегда более загрязненные, потому что они все примыкают к промышленным установкам, то есть в первую очередь загрязняется шельф, прибрежная зона. Там же как раз интенсивно двигаются всякие судна морские, а в открытом море как раз судов-то ходит сонятно мало. Поэтому основная зона у нас морей пораженная. Между прочим, в тех районах, где как раз у нас самая развитая цивилизация, то есть вокруг Европы и у восточных берегов Северной Америки. Там огромные города, у которых огромное загрязнение, и промышленное, и чисто человеческое. Вот там же пытаются постоянно разводить всяких устриц, мидий, рыб и так далее, и все они поражаются этими же загрязнителями. То есть, с одной стороны, там люди пытаются в морях что-то разводить, и с другой стороны, они моря травят. В результате, они травят то, что они потом сами же едят, разведенные в этих морях. На шельфах в районе Европы и Америки также ведется нефтеразработка и возможен разлив нефти. Поэтому самые у нас загрязненные – это Средиземное море. И самые загрязненные – это курорты. Вот у нас, так сказать, престижно и много денег тратится некоторыми капиталистами, которые ездят отдыхать в Испанию, Францию, Италию. Так вот, там самые максимальные на планете, самые засранные места – это курорты Италии, Франции, Испании. Потому что туристы же тоже загрязняют. И загрязняют веками. Там все совершенно засрано. И Средиземное море – это полностью загрязненная сейчас экосистема, полностью изменившаяся в результате промышленного развития Европы. Каждый год в Средиземное море поступает 430 миллиардов тонн отходов. Никаких решений еще до сих пор не разработано. То есть не могут избежать этих отходов. С XIX века снизилось, конечно, их количество, но не радикально. И даже больше стало предприятий. То есть имеется в виду, что снизилось в процентном отношении. Разработали какие-то системы очистки, но они недостаточны. Зато больше понастроили заводов, и загрязнение, в общем-то, растет в общем-то балансе. То есть средства разрабатывают, чтобы понизить на отдельном предприятии. Но предприятий больше построили, они больше загрязняют. Туристы ездят, тоже все это загрязнение туристами. Ну, помимо, значит, людей загрязняют в какой-то степени водоросли или планктоны, цветение воды. Однако это тоже взаимосвязано. Вот считается, что при промышленных выбросах, допустим, микроэлементов, сельхозудобрений, все это стимулирует рост планктона, и мы такой механизм имеем, как цветение воды. То есть удобрили, значит, почву, а потом смыли это в воду, удобрили еще и бактерий там, и всяких там водорослей. Значит, в принципе-то для экосистемы моря в какой-то степени хорошо, что, значит, бурно расцвело море, там много органики. Но она не рассчитана на такие объемы органики. То есть там, естественно, плавают рачки, которые едят всю жизнь этот фитопланктон, но их там не столько, сколько чтобы весь съесть. В результате что? Основная часть не съедается, она падает на дно, и там она просто отмирает. Когда она отмирает, с ней начинают работать уже бактерии, которые уничтожают трупы. И они, когда работают, эти бактерии, они кислород поедают. В результате они, вот эти участки морей после цветения, они с обедненным кислородом, соответственно, все там умирает, дышать там нечем. Сокращается биоразнообразие аэробного бентаса, то есть тех, которые дышат кислородом. Кроме того, вообще-то, значит, фильтруют постоянно в воду двустворчатые моллюски, устрицы там и так далее. Они невероятно глупые, как я уже много раз указывал. Значит, они в огромное количество начинают жрать эту цветущую загрязненную воду и не справляются. Вот она жрет, жрет, она может вот только гонять через себя воду и ее жрать. Не справляется с одной стороны, обжирается, значит, устрица, с другой стороны, она при этом накапливает в себе все загрязнители. То есть она в состоянии только впитывать в себя все, что там плывет. Если там яд плывет, устрица становится страшно, значит, ядовитая, накапливает в себе все, что там проплыло. Кораллы тоже плохо переносят всяческое загрязнение. Коралловые рифы начинают сокращаться. Атоллы, они образуют у нас огромное пространство в океане. Вот это все потихоньку сейчас вымирает. На самом деле все растет у нас, промышленный рост же продолжается. Сейчас у нас экономисты считают, что промышленный рост это хорошо. Значит, воздействие на экосистема морей продолжается. Загрязнение пластмассовыми отходами. Это самый вот последний конец уже 20 века, когда пошел пластик. Пластик не разлагается бактериями. Почему мы его используем? Ну, естественно, в конечном итоге он опять же выбрасывается, попадает в моря, и в морях теперь плавает огромными пятнами. Там образовались целые прям острова из мусора на миллионы квадратных километров. Ну, об этом чуть позже даже расскажу. Про такое самое вопиющее явление, как континенты из мусора. Ну, в общем, считается, что к 2025 году на каждые 3 килограмма рыбы будет килограмм мусора. Основной заблизнитель пластика это Китай. Китай переживает промышленный рост. Соответственно, там улучшилась жизнь китайцев. Все они употребляют пластик. И вот в основном через янзы, хуанхэ, все вот это идет, значит, в Тихий океан. И вот китайцы уже заполнили Тихий океан пластмассой за буквально лет за 50. Потому что китайцев много, и пластмасса им надо много. Проводится, естественно, мониторинг этого загрязнения. Частично за счет контроля за вот этими всякими червями, бактериями, которые, допустим, когда размножаются, бактерии, то они, значит, свидетельствуют в том, что загрязнение высокое. Но там, кстати, часто от загрязнения размножаются сальмонеллы, там и прочие вредные и для человека тоже бактерии. Вот оценка производится этих самых хлорсодержащих соединений и так далее. Но вот пока в основном мониторинг каких-то действенных средств не разработанных. Против нефтяных компаний интенсивно сейчас борются, так как они основной загрязнитель. Повышают безопасность, чтобы там не было аварии во время аварии в основном. Техники их все тоже повышают, чтобы они не сбрасывали, но они все равно, значит, сбрасывают и периодически там кто-нибудь на мель сядет и выбросит нефть в море. Большое Тихоокеанское мусорное пятно, такое яркое явление загрязнения морей, оно же называется Восточный мусорный континент. Это скопление мусора на севере Тихого океана, но напротив Китая. Скопление пластика. Пластик покрывает сверху море. На глубине его нет, уже исследовали это дело. На огромных пространствах пластмасса плывет. Бутылки всякие, эти все, блин, пробки китайские, все вот в огромном количестве теперь плывут в Тихом океане. Предсказали его теоретически в 1988 году, но с тех пор это все росло. И затем Чарльз Мур, уже конкретно плавая по Северному океану, обнаружил все эти скопления мусора. Сейчас они продолжают увеличиваться, может быть, скоро вообще Аляску затопит восточный мусорный континент. Так как Китай продолжает промышленное развитие по методикам 19 века, то есть не обращая никакого внимания на экологию. И, соответственно, в том числе и мусором закидывает моря. Ну, значит, что такое это мусорное пятно? Это стабильный участок пластического мусора, образованный за счет водоворота. То есть, вот крутится течение, и туда мусор весь сгоняется течениями в центр. Отходы постепенно перемещаются к центру водоворота, где все более такая плотная-плотная среда образуется. Там птички-то, которые живут на побережье, они уже освоили этот океан. То есть, вот которые вообще-то в воде не живут, они теперь живут посреди воды, посреди Тихого океана, потому что там твердая земля. И там в большом количестве птицы, правда, они там травятся, потому что пластик едят. Точный размер неизвестен, он наблюдается, но там не проводили исследования границ, тем более границы-то растут. Ну, где-то вот порядка миллиона квадратных километров. И примерно уже один процент площади Тихого океана – это вот этот вот мусорный океан, мусорный континент. По всей видимости, где-то 100 миллионов тонн мусора там скопилось. По оценкам, 80% мусора – это китайцы, то есть это из наземных источников, и 20% поступило с палуб кораблей. С палуб кораблей тоже все время выбрасывают пластиковые бутылки, она не разлагается, ее там течением рано или поздно отнесет, и они там в скоплении в это поступят. Ну, и считается, что с Северной Америки туда где-то за 5 лет мусор перенесется постепенно, а вот с Китая – за год. Поэтому 90% в основном через азиатские реки выносится пластик. Мировой океан. Значит, пластик, он там фотодеградирует, то есть под влиянием света он разлагается, но не до конца, то есть он делится на все время маленькие частицы, при этом полностью сохраняет свою структуру. То есть вплоть до того, что там, если длительный свет действует, то эта бутылка разложится от света, не от бактерий, бактерии, конечно, не едят, от света она разложится прямо на молекулы. То есть там будет раствор пластика. Дело в том, что практически все морские организмы, которые там едят планктон, устроены так, что жрут все, что в рот попадает. И все они абсолютно путают пищу с этим пластиком. И они там начали питаться, значит, пластиковыми отходами. Естественно, они их не могут переварить, с одной стороны. Соответственно, он что-то жрет, жрет, и он все время голодный. Он начинает еще больше этого пластика жрать. Ну и с другой стороны, он их травит. То есть начали находить в большом количестве там в желудках морских птиц, морских животных. Крышки, кольца от бутылок, зажигалки, куски всякие мелкие, пластика. Мертвых всяких детенышей, которые нажрались пластикой и умерли. И так далее. Альбатросы от этого страдают, морские черепахи, животные. Но у него не записано нигде в его программе генетической, что это есть нельзя, но это есть. Ну, помимо всего прочего, там обычное загрязнение пестицидами в этой зоне тоже имеется. Тем не менее, там уже есть биологическое сообщество. Опираясь на то, что вода твердая, туда прилетели всяческие птицы и прочие всякие прибрежные виды, которые вот на этом пластике теперь живут и пытаются есть то, что там вот мимо там плывет. То есть там все-таки начали всякие животные береговые тоже это все ослабить в качестве берега. Пока никаких мер по очистке не предпринимается. Есть различные разработки, они не осуществлены. Индивидуальные экспедиции, которые туда отправляются, они ловят там мусор в количестве там может быть тонн 40, 50 и так далее. Но это все не спасет, это все нереально. Там сотни миллионов тонн мусора. В общем, пока есть проекты, но никаких денег не дали. Ведутся обследования с помощью самолетов этого пятна, с помощью различных кораблей специальных, но пока никаких перспектив, что это будет очищено и размер его увеличивать.